МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 26 декабря 2004 года. Цунами в Индийском океане. 300 тысяч погибших. Август 2005 года. Ураган Катрина в США. Около 2 тысяч погибших. Май 2008-го. Землетрясение в провинции Сычуань. Не менее 100 тысяч погибших. 12 января 2010-го. Землетрясение на Гаити. Более 200 тысяч смертей. 11 марта 2011 года. Землетрясение и цунами в Японии. Авария на АЭС Фукусима. Около 20 тысяч погибших. Казалось бы, эти страшные стихийные бедствия ничем не связаны между собой. Кроме того, что все они унесли много жизней и пришлись на начало 21 века. Однако есть мнение, что все эти катаклизмы произошли не случайно, а были созданы человеком искусственно и использованы как климатическое оружие. Кто стремится управлять стихией? Против кого пытаются применить боевые средства небывалой разрушительной силы? Правда ли, что теперь чувствовать себя в относительной безопасности уже не может никто? Смотрите прямо сейчас. Теория заговора. Климатические войны. Июль 2013 года. Китай переживает страшное наводнение. Проливные дожди, каких не бывало полвека, затопили дома, обрушили мосты, смыли целые поселки. Под воду ушла почти вся прибрежная часть с севера на юг. Пострадали 6 миллионов человек. Но странное совпадение. Сразу после происшествия Китай неожиданно заявил о возможности нанесения ракетных ударов по США, добавив при этом, поскольку средний Запад мало населен, удары для достижения максимального эффекта придутся на крупные города западного побережья Сиэтл, Лос-Анджелес и Сан-Франциско. Для таких грозных политических заявлений вроде бы не было никакого повода. Но как это связано с наводнением? Дело в том, что китайские военные эксперты зафиксировали странные явления в атмосфере буквально за несколько часов до наводнения. А за 5 лет до этого, когда мощное землетрясение обрушилось на провинцию Сычуань, также за несколько часов до разгула стихии в небе возникли странные разноцветные облака. А тайваньский спутник зафиксировал падение плотности ионосферы над Китаем. Все эти факты говорят об одном. Китай, возможно, подвергся атаке оружием нового типа. Геофизическое оружие сегодня вполне существует, понятно. Оно известно, эксперименты проводились, тут ничего хитрого-то нет. О климатическом оружии говорят давно. Одни считают, будто оно уже есть и давно испытывается, другие полагают, что скоро будет создано. Так существует ли оно? И правильно ли называть это оружие климатическим? Ну, я бы называл его геофизическим оружием, потому что это комплекс действий, которые охватывают не только климат, а в целом геофизику Земли и окружающие ее оболочки, атмосферы. Я бы отнес его к оружию массового поражения. Искусственные смерчи, ураганы, цунами и даже землетрясения. Подобное оружие сегодня вполне могут использовать тайно, без объявления войн и резолюций Совбеза ООН. У исследователей даже нет сомнений в том, кто именно испытывает и даже применяет новое смертоносное оружие. Несколько лет назад был опубликован доклад аналитиков военно-воздушных сил США «Погода как умножитель силы. Подчинение погоды к 2025 году». Там прямо говорится. В 2025 году американские аэрокосмические силы смогут управлять погодой. Методы воздействия на погоду создадут широкие возможности для поражения и принуждения противника. Геофизическое оружие – это очень старый проект. И это оружие, оно периодически опробируется в разных точках Земли. И, конечно, в каком-то смысле геофизическое оружие скорее может быть даже применено, чем ядерное. Известно, что впервые метеорологическое оружие было использовано во время войны в Индокитае и использовано именно американцами. Октябрь 1966 года. Граница Вьетнама и Лаоса. Нижнее течение реки Меконг. В зоне боевых действий под строгим секретом проходят испытания принципиально нового американского оружия. В небе гудят большие транспортные самолеты Си-130 «Геркулес». Наблюдая с земли, мало кто может понять цель их постоянных перемещений. Они вызывали проливные ливни на так называемой тропе Хошимина, чтобы повстанцы не могли получать с севера оружие, продовольствие, там и все необходимое. В течение пяти лет, во время каждого сезона дождей с марта по ноябрь, транспортные самолеты США Си-130 под прикрытием истребителей F-4Си регулярно рассеивали в дождевых облаках йодид серебра, конденсирующий влагу. Авиация США распылила свыше пяти тысяч тонн йодида серебра. Джунгли в этом районе превратились в настоящее болото. Количество осадков во Вьетнаме увеличилось втрое по сравнению со среднестатистическими показателями. Зона гуманитарной катастрофы составила свыше 10% территории. Впрочем, Пентагон тогда объявил о своей непричастности к разбулу водной стихии, унесшему тысячи и тысячи жизней. Однако использование реагентов для вызова проливных дождей все же было признано вопиющим случаем применения климатического оружия официально на международном уровне. В 1977 году ООН разработала Конвенцию о запрещении военного или любого иного враждебного использования средств в воздействии на природную среду. В следующем году Конвенция была подписана. Если ядерные боезаряды можно и носителей численно ограничить, можно по мощности ограничить, то здесь просто декларативный характер, рекомендательный характер. Мы когда заключали СНВ-1, СНВ-2 и даже договор об обычных вооруженных силах в Европе, то создается система контроля. И она физического контроля. Это и радиотехнические средства могут наблюдать, это и люди присутствуют и так далее. Вот как здесь регулировать? Сколько бы ни было подписано громких международных договоров, от внезапной и вероломной войны они еще никого не спасали. Геофизическое оружие дает агрессору возможность целыми годами оставаться неузнанным и безнаказанным. С военной точки зрения климатическое оружие правильнее было бы рассматривать в более широком смысле. Вероятный противник не станет ограничивать себя использованием в качестве боеприпаса одной лишь погоды. Речь уже идет о глобальном геофизическом оружии. С использованием процессов происходящих в твердой, жидкой и газообразной оболочках планеты Земля. 26 декабря 2004 года цунами в Индийском океане. Оно стало самым смертоносным за всю современную историю. Эпицентр находился у северо-западного берега Суматры. Высота волн превышала 15 метров. Люди до сих пор не могут разобраться, что это было. Случайный результат подводного землетрясения или рукотворный катаклизм, произошедший вследствие некого таинственного военного эксперимента. Странным образом, в момент внезапного землетрясения, вызвавшего цунами в Индонезии, памятного, в районе оказалась крупная группировка военно-морских сил США, готовая к проведению спасательных операций. Это дает основания предполагать, что Соединенные Штаты Америки, или, по крайней мере, военно-морское командование, Пентагон, знали о том, что такое будет. Откуда? Почему? Зачем? Цунами привело к огромным разрушениям и огромному количеству погибших даже в ЮАР. Точное число погибших вряд ли когда-нибудь станет известно, так как множество людей было унесено водой в океан. Когда я узнал, что волна дошла до Южной Африки, мне сразу стало ясно, что это был подводный взрыв. Потому что, если у вас точный взрыв, то волна спадает как единица на АР. То есть, очень быстрая. И она доходит сравнительно недалеко. Ну, то есть, там бы Индонезия пострадала бы и все. А тут Индия и даже Южная Африка. Это значит, был очень мощный взрыв, который значительную часть Индийского океана поднял. И в результате волна на большом расстоянии была практически плоской. Поэтому она распространялась на большие расстояния практически без потери амплитуды. Невысокая, но шла вплоть до Африки. Причем, вот остров Диего Гарсия стоит, рядом Индии. В Индии огромное количество народу погибло. А в Диего Гарсии там никто ничего не пострадал. У нас здесь знали жара. Дело в том, что с 1973 года на острове Диего Гарсия расположены американская база военно-морской поддержки, аэродром стратегических бомбардировщиков, пункт локации судмарин, склад ядерного оружия. Эта база имеет плохую репутацию. Вся информация о ней засекречена. Есть подозрение, что именно там разрабатывают новые виды оружия, в том числе климатического. Кстати, у экспериментов с искусственно вызванной волной цунами есть своя история. В 1999 году США рассекретили проект сил, тюлень, времен Второй мировой войны по созданию сверхмощного оружия против тогдашнего врага японцев. Было проведено более 3700 экспериментальных подводных взрывов у побережья Новой Каледонии удалось создать 10-ти метровую волну. Так родился очередной американский проект бомба-цунами. В 8 километрах от берегов Японии планировалось заложить в одну линию 2 миллиона зарядов взрывчатки, соединить кабелем и одновременно взорвать, чтобы вызвать настоящие цунами. Но проект прикрыли после рождения первой атомной бомбы. Более мощное оружие казалось идеальным. Однако сегодня, когда ядерных держав стало несколько, США, похоже, вернулись к идее климатических войн. Ну, например, происходит нагревание вот определенного участка ионосферы. И вот это нагревание, оно вызывает перемещение воздушных масс. И дальше уже научились направлять, куда это переместить. Сегодня американцы тратят миллиарды и миллиарды долларов на так называемые альтернативные оборонные исследования. Боевые лазеры, электромагнитные рельсовые пушки, космические импульсные излучатели, интеллектуальные ударные беспилотники и так далее. Было бы просто чудом, если бы США ни разу не попытались использовать в качестве оружия природную окружающую среду. В Пентагоне в департаменте перспективных вооружений есть два самых засекреченных отдела. Отдел климатический и отдел психологический. Отдел климатический, он влияет на погоду, на изменение климата, то ли вызвать проливные дожди, особенно научились вызывать засуху в определенных районах шару. На уровне деклараций геофизическое оружие запрещено. Но нет никакого запрета на разработки по влиянию на погоду в якобы мирных целях. Они называют это управление глобальным климатом, а на самом деле это геофизическое оружие. Вот понимаете, это вот элемент нейролингвистического программирования, то есть они нас усыпляют вот такими нейтральными, малопонятными обывателю словами и терминами. Сегодня в Сирии в центре внимания. Начиная с 2006 года и по 2011 год, никогда подобного не было, наступила, знаете, такая испепеляющая жара. Разорились фермеры и многие массы людей двинулись в города и так далее. Это искусственное создание подобного рода условий. Научились американцы и вызывать вот эти вихревые потоки, которые потом образуются, ну, ураганы, цунами. Это становится достаточно масштабным оружием. Американцы считают свои успехи в создании климатического, гидрологического и даже тектонического оружия весьма большими. Их военная мысль буквально бьет фонтаном или тайфуном. Особенно активен ученый Маше-Аламара из Массачусетского технологического института. Именно он предложил вариант тайфунного оружия. На палубу огромного морского судна ставят два десятка реактивных двигателей со списанных боевых самолетов. Запускают. Создается восходящий поток воздуха. Через несколько часов работы двигатели инициируют формирование торнадо и оно послушно, словно пес на поводке, следует за судном. Также, по мнению ученого, можно посадить на цепь реальный ураган. Соответствующий эксперимент Маше-Аламара собирается провести в ближайшее время. Смотрите далее. Боинги с лазерным оружием на борту. Как они были связаны с аномальной жарой 2010 года в России? Какими секретными разработками занимался академик Сахаров? Можно ли просчитать все последствия рукотворных катаклизмов? В нашей стране у многих на памяти аномальная жара, засуха и пожары 2010 года. Версий о том, что это было и кто виноват выдвигалось множество. В это время над территорией России с нашего конечно разрешения летали самолеты Боинги 747 с лазерными установками, которые якобы предназначались для уничтожения стартующих из-под воды баллистических ракет. Транспортные 400-тонны Боинг 747 оснащены лазерами, мощность луча которых превосходит 100 мегаватт. 100 таких лучей соответствуют мощности электроснабжения всей Москвы. В западной прессе были публикации о возможном американском глобальном эксперименте передачи электромагнитной энергии на Аляску над территорией России с использованием в качестве отражателей орбитальных спутников. Если был эксперимент, то мог быть и побочный эффект. Адская жара и пожары по всей России летом 2010 года. Он идет над территорией России, посылает эти кратком мгновенные импульсы лазерные, и это могло вызывать пожары. Но самое главное, что зачем вот этому самолету, который якобы американцы разрабатывали для борьбы с баллистическими ракетами, летать в сторону Кабула и приземляться на аэродроме Багра. Тоже вызывает вопрос. Военная доктрина США по-прежнему строится на достижении неоспоримого глобального преимущества при полном подавлении или уничтожении вероятного противника, прежде всего России или Китая. Были ли с нашей стороны исследования, способные противопоставить США что-то более мощное. Советские ученые изучали возможности использования атомного взрыва в океане в качестве инициатора цунами. Появилась информация, что в свое время таким проектом занимался сам академик Сахаров. Когда сделали вот эти мощные бомбы, он сказал, что там с американцами разговаривать, когда нужно подтащить туда эту штуку, шарахнуть и выгнать любую волну. То есть выгнать цунами любого размера на прибрежные районы в данном случае Соединенных Штатов. Они называли, что они могли направленную волну выгнать до километра высотой. Представляете себе, что это такое? Может ли Россия создать эквивалентное оружие на случай, если нас внезапно решат уничтожить? Точно такой же вопрос стоял перед нашей страной в конце 40-х годов прошлого века в условиях американской ядерной монополии и ядерного шантажа. И этот вопрос был блестяще решен. Буквально за одно десятилетие Советский Союз стал мощной ядерной державой. Этот же статус сохраняет за собой сегодняшняя Россия. И вполне обоснованно. Ведь США продолжают наращивать свои силы для возможного удара. Имеются целые эскадры кораблей различного предназначения и плюс самолеты и иногда задействуются и баллистические ракеты для воздействия на геофизику Земли. Это достаточно широкомасштабные подразделения. Вот, например, передан им новейший крейсер Висконси. Другие есть корабли. И вот мы отмечаем, что как только где-то начинается заваруха типа цветной революции, государственного переворота, вот эти корабли, они обязательно появляются там. Остается большая проблема, которую пока не в состоянии решить ни США, ни кто-либо другой. Рассчитать на все 100% место рукотворных катаклизмов. Их силу, направление, гарантированное уклонение от ответного удара. Когда пистолет я взял и выстрелил, знаю, куда полетит пуля. А средства воздействия я пальнул, но не знаю, куда полетит пуля. То ли она мне в лоб попадет, то ли еще куда-нибудь, то ли еще куда-нибудь. Непонятно, куда полетит. Будет такое применять? Вот у вас лежит такая штука, вы не знаете, куда она стрельнет. Может, она в вас попадет, может, там, в лампу, может, камеру разобьет. В 1997 году на Аляске США запустили программу исследования полярных сияний высокочастотным воздействием. ХААР, судя по названию, в мирных целях. Развернули целое поле мощнейших антенн, радары. Однако у военных экспертов станция с первых дней работы вызвала большие подозрения. Ведь исследования поручили проводить лаборатории Пентагона. ХААРПу дали зеленый свет благодаря поддержке сенатора от Аляски Теда Стивенса. На пресс-конференции Стивенс сказал, что задача станции выкачивание энергии северного сияния для преодоления энергетического кризиса. Но это уже была откровенная ложь. Объект ХААРП представляет собой мощное радиозлучающее устройство, построенное на принципе фазированных антенных решеток. Оно включает в себя передающую станцию антенное поле, насчитывающее 128 антенн. Суммарная мощность составляет 3,6 мегаватта. Работает в ультера каротковолнов в метровом диапазоне. История ХАРП началась еще в 1958 предполагалась использовать объект для связи с погруженными подводными лодками. Потом появились и другие идеи. Идея ХАРПа составила в том, чтобы созданием сверхвысоких напряженностей электромагнитного поля выводить из строя радиоэлектронные устройства самолетов и баллистических ракет. И тем самым уничтожать их как боевую единицу. В дальнейшем выяснилось, что посредством ХАРПа можно осуществлять мероприятие по модификации ионосферы. Это в свою очередь создает предпосылки к созданию системы управления погодообразованием на планете, а потенциально возможно даже и создание системы, позволяющей инициировать землетрясения. Ионосфера проводящий слой атмосферы. Ниже находится диэлектрик, обычный воздух. Еще ниже следующий проводящий слой земля. Возникновение интенсивного волнового процесса в ионосфере может привести к такому же эффекту в земной коре, в том числе и в магнии, что вызовет сброс напряжения, подземные толчки. В мае 2008 года в Китае провинция Сычуань произошло страшное землетрясение унесшее около 100 тысяч жизней. На объект ХАРП сразу же посыпались многочисленные обвинения. Во-первых, в ионосфере над районом бедствия было замечено странное свечение. Во-вторых, количество заряженных частиц в верхних слоях внезапно упало наполовину. После этого на ХАРП стали списывать все крупные наводнения, землетрясения, засухи, пожары. ХАРП вездесущий, всемогущий и беспощадный прописался на страницах полуфантастических романов в мягких обложках. Вот представьте, на небольшой территории на Аляске сосредоточено более 180 антенн, 22 метра высотой антенны и более 300 генераторов, излучающих определенную, в определенном направлении энергию. И вот когда эти 180 антенны начинают в одну точку атмосферы концентрировать энергетику, то происходят определенные изменения. Это ураган Катрина. Август 2005 года. Самое разрушительное бедствие в истории США. Наиболее тяжелый ущерб причинен новому Орлеану, штат Луизиана. Под водой оказалось 80% площади города. Погибло около 2000 жителей. Экономический ущерб составил 125 миллиардов долларов. Неужели и тут без Харпа не обошлось? Не может быть. Но какой смысл американцам разрушать свои города и уничтожать собственное население? Вполне возможно, что Катрина, ураган уникальной своей мощи, был сгенерирован в результате срабатывания Харпа поскольку есть два основания. Насколько известно, была фиксирована работа Харпа с половиной мощностью. И второе, вскоре после проведения вот этих экспериментов, в результате которого возник ураган Катрина, то есть вскоре после урагана Катрина в США, заморозили работу Харпа. Еще одно совпадение. Именно после урагана Катрина в Америке стали распространяться сведения о том, будто бы объект Харп ужасно разорителен и убыточен. Все вдруг узнали, что этот монстр обходится налогоплательщикам в целых четверть миллиарда долларов в год. Наконец, в мае 2014 было объявлено о закрытии проекта. Но это были только слова. Сегодня Харп выступает тем детонатором, тем толчком, который провоцирует мощный разрушительный процесс. Он существует, он прорабатывается, он в настоящее время есть основания полагать, что он поддерживается в рабочем состоянии. И единственная причина, по которой сегодня он не задействован, это отсутствие теории. Как только появится теория, в руках Соединенных Штатов Америки появится мощное оружие. Не только теоретические, но и практические работы в США активно ведутся. Не так давно был создан полимерный порошок Дин-Оджел. Частицы порошка способны впитывать влагу в количестве в 2000 раз превышающем их собственную массу. Разумеется, по словам американцев, порошок нужен лишь для разгона дождевых облаков, грозящих массовым мероприятием на открытом воздухе. Но, возможно, именно это изделие вызвало засуху в Иране в 2012 году. Президент Махмуд Ахмадинижад заявил тогда открытым текстом. Враг разгоняет дождевые тучи, которые направляются в нашу страну и тем самым вызывает засуху. Но и в этой войне Иран победит. Многочисленные разговоры, слухи, догадки о глобальном климатическом оружии. По мнению некоторых аналитиков, это всего лишь ширма, операция прикрытия. Она отвлекает внимание от создания совершенно новых видов вооружений, способных действовать исключительно в заданном отдельном районе, а не охватывать целые регионы мира или большие страны. В этой области у российской оборонной промышленности огромные успехи. Радиоэлектронная борьба это комплекс мероприятий, который направлен или на подавление радиоэлектронных средств противника, или же на создание условий для нормального функционирования своих радиоэлектронных средств. В современном вооруженном противоборстве тот, кто выиграет битву в эфире, тот в конечном счете выиграет битву и в воздухе, и на земле, и в космосе. Как противник сможет понять, что в отношении его начали действовать средства радиоэлектронной борьбы? Первый признак полная разрядка аккумуляторов в бронетехнике, прицелах, мобильных телефонах и рациях. Отказывают все средства связи. Одновременно происходит разрыв электроцепей. Двигатели глохнут, завести их нет никакой возможности. Но это еще не все. На очереди полный отказ жидкокристаллических мониторов и выход всех радаров из строя. Мы не можем судить в точности о тех или иных тактико-технических характеристик нового вооружения РЭП. Поскольку это военная тайна. Но все-таки по тем немногим данным, которые стали достоянием общественности, можно судить, что это очень высокоэффективное средство радиоэлектронной борьбы, которое делает практически невозможной работу радиоэлектронных средств противника именно в тех диапазонах, в которых функционирует этот комплект РЭП. И собственно говоря, даже никаких аналогов у противника на вооружении подобной аппаратуры в настоящее время нет. Была информация, что в апреле 2014 года в Черном море произошел инцидент. Американская сторона утверждает, будто к судну ВМС США Дональд Кук подлетел российский фронтовой бомбардировщик, под фюзеляжем которого висел контейнер с комплексом радиоэлектронной борьбы. Как говорят специалисты, всем радиоэлектронным устройствам этого корабля были поставлены помехи такой мощности или такой спектральной плотности мощности помехи, что это сделало невозможным работу боевых информационных управляющих систем корабля. По большому счету на этом эсминце даже возникла небольшая паника, поскольку выполнять боевую задачу в подобных условиях просто невозможно. Смотрите далее. Что нас ждет? Глобальное потепление или наоборот глобальное похолодание? Станет ли климатическое оружие замена ядерному? В Соединенных Штатах считают, что за климатическим оружием будущее. Оно произведет в мире такой же переворот, как в свое время первая атомная бомба. В докладе аналитиков военно-воздушных сил США погода как умножитель силы прямо говорится, что неплохо бы штатам выйти из конвенции о запрещении военного воздействия на окружающую среду. Кроме того, авторы пишут. В 2025 году модификация погоды станет частью политики национальной безопасности. Мы будем постоянно совершенствоваться в этой области. Обама ответственен за это. Все молчат. Значит, есть причины. Поэтому этот вот сценарий является просто кошмарным. С какими же силами играет человечество, когда пытается загнать погоду в свою боевую обойму и использовать природную стихию в качестве оружия для войн и конфликтов? В 2013 году эксперты ООН выпустили доклад об изменении климата. Ученые пришли к выводу. С 90-х годов прошлого века глобальная среднегодовая температура выросла примерно на 0,85 градуса. В зависимости от поведения человечества в будущем рост температуры может составить от 1 до 6 градусов. Если температура не перешагнет порог в 2 градуса, планета сумеет адаптироваться. Если на Земле потеплеет больше, чем на 2 градуса, серьезные проблемы неизбежны. Растают льды Арктики, Антарктики и растают льды в горах. Это значит, что исчезнет с верхней земли пресная вода. Значит, мы погибнем от жажды. Это значит, что уровень океана поднимется и затопит все прибрежные города и Лондон, и Петербург. Кроме того, начнутся чудовищные эпидемии, связанные и так далее с заболачиванием и прочее. То есть, глобал воробин, это вещь плохая. Кажется, будто нас кто-то приучает к тому, что ураганы, штормы, наводнения теперь происходят во много раз чаще, чем в предыдущие столетия. Мы уже ничему не удивляемся и не пугаемся. А между тем, для страха есть очень серьезная причина. Образно говоря, ходом истории в Северном полушарии управляют два великих океанских течения. Теплый Гольфстрим и холодное Лабрадорское течение. Они оба оказывают решающее влияние на климат. Движущаяся на перерез Гольфстрима Лабрадорское течение, вода этого течения более плотная и она подныривает под Гольфстрим. Но из-за того, что она более пресная, то она может сравняться по плотности с Гольфстримом и у нас картина течения современная нарушится. А это может произойти в результате такого простого факта, что у нас в результате глобального потепления начали таять РД и Гренландии. Если мы посмотрим на карту Гренландии, то мы увидим поверхность ее ледникового покрова площадью около 2 миллионов квадратных километров. Эта поверхность сокращается на 6-7 сантиметров в год. Вот эти прямоугольные отметины показывают участки, которые откололись от края материкового ледника и ушли в океан. Ледники Гренландии стали таять буквально на глазах и уменьшаться в два раза быстрее. Весь этот колоссальный поток воды хлынул в океан. Вполне возможно, что это происходит в том числе из-за испытаний геофизического оружия. Представьте себе, что на расстоянии не более чем двухсот километров от морских побережья, то есть в непосредственном влиянии океана живет половина населения Земли. И из 30 крупнейших супер-мегаполисов населением 5 миллионов человек и выше, 26 находятся в обереговке. Таким образом, многометровое повышение уровня это, несомненно, катастрофа. Некоторые ученые считают, что нас ждет не тепло, а холод. Ледяной покров может распространиться чуть ли не до нынешних тропиков. Одна из возможных причин вмешательства человека в природу. Ну, конечно, холод, потому что в Европе стало холоднее и будет еще холоднее. Дело заключается в том, что вот этого теплого течения вдоль скандинавского полуострова уже нет. И это, конечно, мощнейший фактор. Колебания климата и возможность применения геофизического оружия еще и еще раз ставят вопрос, насколько мы защищены от возможной катастрофы. В истории еще не было случая, когда появление нового оружия опережало бы существующую на тот момент научно-техническую базу. Ядерное оружие появилось, когда физики наконец-то выяснили, как устроен атом. Раз существует климатическое оружие, значит, кто-то знает о геофизике Земли практически все. Но такое предположить просто невозможно. Скорее, дело обстоит иначе. Человечество не представляет себе, какие именно последствия может вызвать вмешательство в окружающую среду, но продолжает проводить эксперименты в этой области. Вызывает искусственные цунами, землетрясения, ураганы и тайфуны, которые разрушают всю среду обитания. Вполне возможно, что в результате очередного неудачного эксперимента может исчезнуть все живое на Земле. И тогда в этой войне победителей не будет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok